Всю прошлую неделю Катя вместе с одноклассниками из бисера делала этих маленьких человечков. Они по ее замыслу символизируют человека, который переходит дорогу с белой тростью. Я сделала человечка, который ходит с белой тростью, потому что он плохо видит. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции на улице Рязани для проведения акции вышли учащиеся Рязанской школы-интерната номер 26. Школьники, у которых серьезные проблемы со зрением, вручали водителям собственноручно написанные листовки с призывом быть внимательными к слабовидящим и слепым людям. Особенно в тех местах, где есть знаки дополнительной информации. Мы просим, 26-я школа, я ученик 26-й школы, мы просим вас не превышать скорость перед дорожными пешеходами и превышать пешеходами. Хорошо, мы учим. Спасибо. Сегодня, в Международный день инвалида, мы совместно с учениками специализированной 26-й школы проводим рейдовые мероприятия, направленные на то, чтобы водители, проезжая мимо этого образовательного учреждения, всегда соблюдали требования правил дорожного движения, потому что рядом с этой школой не простой пешеходный переход, а с дополнительной табличкой, потому что в этой школе обучаются дети с недостатками зрения. Данная акция уже стала традиционной. Такую же сотрудники ГИБДД проводили и в прошлом году. Как отмечает руководство школы-интерната, водители редко нарушают на данном перекрестке правила дорожного движения. Хотелось бы отметить, что непосредственно водители маршрутного такси всегда пропускают и всегда останавливаются. В этот же день инспекторы ГИБДД провели с учащимися начальных классов беседу об использовании светоотражающих элементов и подарили школьникам свето-возвращающие браслеты, чтобы маленькие пешеходы были заметнее на дорогах. Иван Крестьянинов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».